My disclosure, и я переключусь на русский, я впервые применил церебролизин для моих пациентов в 1989 году, я просто показываю, насколько я старый уже сейчас, но на самом деле мне не настолько еще старый. Спасибо Еврофарма за организацию, потому что неважно, о чем мы говорим, важно то, что мы обсуждаем проблемы больных с инсультом и как лучше им помочь. И в данной ситуации у нас есть очень интересная ситуация с фармакологическим препаратом. Он у нас в стране, имеется в виду Советский Союз, был еще в 80-х годах на пробирование и во всем мире на пробирование долгое время. И это заняло достаточно долгое время провести испытания таким образом, что в конце концов они показали, что он работает. Это то, что я вам хотел сказать. Несмотря на то, что я не могу его сейчас применять в Америке, потому что он еще не утвержден FDA к применению, но я следил за ним и у меня были пациенты, которые получали этот препарат в течение, так сказать, того времени, когда я практиковал. Как все изменилось? Вначале у нас была концепция нейропротекции, то есть нужно было защитить нейроны. И все бросалось на это. Фактически миллиард долларов был потрачен на разные подходы с одной молекулой, с другой молекулой, подойти сюда, подойти сюда, защитить нейрон. И все эти при клинические испытания, потом клинические испытания, потом третьи фазы клинических испытаний, они, в общем, ничего не принесли. Миллиард долларов был потрачен, и фактически у нас не было нейропротектора. Это на наших глазах развивалось с 70-х, 80-х годов. Пик этих исследований был в 90-х, в нулевых, а потом все обрушилось, потому что даже самые хорошие, так сказать, научные подходы, в общем, показали, что единичный подход с одной молекулой, выключить там что-то где-то в каскаде, это не получается. И вот мой коллега Патрик Лайден из Калифорнии, он, собственно, прожил всю жизнь и исследовал эти препараты, и фактически пришел к выводу, что вместо нейропротекции мы должны делать церебральную протекцию, церебропротекцию, потому что это не только нейрон, это не только нейронально-сосудистые, так сказать, соединения, которые там есть, это вообще весь мозг, который нужно защищать, когда происходит повреждение. И почему это нужно? Это нужно, потому что нужно мультицентровые, так сказать, нужны каскад ишемический, он многофункциональный, он подходит с разных сторон, то есть нужно выключать или подключать или усложнять какие-то ступени каскада не одной молекулой, а именно вот плеотропическими такими подходами. И в его недавней работе, которая была опубликована в журнале «Инсульт» в 2021 году, он фактически показал, что было сделано, а что нужно еще сделать для того, чтобы этого достичь. И вот с такой преамбулой я хочу опуститься в историю церебролизина, потому что церебролизин, очень интересно, он вообще был придуман в 50-х годах прошлого века. И придуман был простым образом. Ученый в Австрии, который, так сказать, изучал ишемию, он сказал, что если мозг нуждается, так сказать, в подаче кислорода, в подаче глюкозы, и там возникают проблемы на разных уровнях, но почему бы не дать этому мозгу меню всего того, что можно предоставить из аминокислот и пептидов, которых не хватает, которые надо синтезировать, но энергии нет, а дать вот все это мозгу. И таким образом церебролизин был придуман. То есть это незаменимые аминокислоты и нейропептиды, которые внутривенно оставляются в головной мозг, и уже мозг сам, так сказать, в этой ситуации будет выбирать, а вот это мне нужно, а вот это мне не нужно сейчас и так далее. То есть вот такой подход был выбран, и несмотря на то, что это, так сказать, было придумано больше 70 лет назад, сейчас становится реальностью, потому что вот такой подход к предотвращению определенных проблем в головном мозге. Вот, например, если мы даем тканевой активатор плазминогена, это натурально, так сказать, образующееся вещество, которое позволяет растворять тромбы, но если его дать в тысячекратные концентрации, оно может повредить эндотелий через определенные механизмы и вызвать кровоизлияние. Так вот, если дать, допустим, церебролизин, который позволяет репарировать, так сказать, все вот эти негативные явления, то, может быть, можно уменьшить кровоизлияние в головной мозг. И вот с таким подходом, несмотря на то, что он был придуман очень давно, недавно был проведен, проведено клиническое испытание, называется... Я хочу поблагодарить коллегу... Нет, идет он с переходом за порой. Профессор Динара Фасанова из Казани, она предоставила мне вот эти вот слайды. Это был мультицентровой, перспективный, рандомизированный триал в восьми сосудистых центрах, где были рандомизированы 341 пациент. Все получили тканевые активаторы плазминогена, и половина получила церебролизин сразу же на 14 дней, а половина получила стандартное, так сказать, введение. И из скренированных больных больше 12 341 получили, введены были в триал, и только 6 с небольшим процентов не смогли закончить исследование, то есть 318 больных были, так сказать, доведены до конца исследования. И вот что было здесь интересно, то, что симптоматическое кровоизлияние у пациентов, которые получали стандартное лечение, без церебролизина было 9%, а с церебролизином, который начали сразу же в первые 24 часа, было меньше 3%. И это было статистически достоверно. То есть это первое исследование, которое мы имеем, что добавление церебропротекторных препаратов к тромболитической терапии может и приведет к тому, что тромболитическую терапию можно провести с уменьшением риска кровоизлияния. Сказав все это, если больной получает тканевого активатора плазминогена или ТНК, любой системный, так сказать, внутривенный тромболизис, очень важно контролировать кровяное давление. Если контролируешь кровяное давление и даешь церебропротектор, то это дает тебе самые безопасные результаты. Я к этому еще вернусь в конце лекции. Сейчас почему-то у меня не проходит следующий слайд. Вот. И к тому же в этом исследовании не только безопасность применения тромболизиса была показана, но еще и возможность восстановления инсульта функциональным на основании модифицированной шкалы Ранкина. Но это клиническое испытание не было, так сказать, призвано, чтобы показать, что больные улучшаются функционально, это было показано, чтобы уменьшить частоту кровоизлияния. Но если ты увеличиваешь безопасность тромболизиса, то это весьма вероятно, то что ты также увидишь и улучшение больного функционального восстановления. Возвращаясь теперь уже почти 20 лет назад к такому же переосмыслению нейропротективной терапии для инсульта, опять же, подход одной молекулы выключить один компонент каскада ишемического повреждения головного мозга, это уже в 2005-2006 году исследователи подошли к выводу, что на самом деле нужно не только, так сказать, заморозить ишемию, не только дать продуктивное, так сказать, воздействие на клетки, но еще и нужно увеличить трофическую функцию и нужно увеличить восстановление регенеративную функцию. И когда задаешь вот таких три вопроса сразу, то получается, что нужно иметь терапию, которая мультимодальная. И это вот был как раз тот самый позыв, который опубликовали в 2006 году и сказали, нам не нужен один подход, нам нужен мультимодальный подход. И возвращаясь к тому, что Марк сейчас вам показал в предыдущем докладе, дофин Морисану, отличный невролог из Румынии. Мы с ним провели достаточно много времени, дискуссируя, как это все нужно сделать и как нужно к этому подойти. Профессор Морисану, ему нужно дать, так сказать, должное, что он сказал, но почему вы измеряете исход инсульта в модифицированной шкаловой Ранкина? Модифицированная шкала Ранкина, она вообще позволяет только идентифицировать, так сказать, определять только человека, который вот входит совершенно нормально или который, так сказать, вот умер. А все остальное, вот эти вот все модифицированные шкалы Ранкина 1, 2, 3, 4, 5, они все, так сказать, взаимозависимы потому, как мы их оцениваем. И невозможно провести четкую линию, но вот сказать, что вот от нуля до двух, это точно совершенно, что вот все восстановились вот таким образом, от трех до пяти у всех плохо. Я знаю много больных, у которых шкала Ранкина до инсульта была, например, 3-4, а после лечения она точно так же осталась 3-4, но они сохранили те функции, которые им позволяли иметь качество жизни. И вот это вот очень-очень простое, так сказать, определение того, какие ограничения существуют, если мы поставим ограничения, вот что ты можешь достичь за счет своей терапии. Очень-очень важно понять, что хочет семья, что хочет сам больной. И я давал и тканевой активатор плазминогена, настаивал на механической травмоэкстракции. У больных, которые другие врачи, ну, просто смотрели, говорят, а почему ты вообще на этом настаиваешь и так далее. А нужно принимать во внимание качество жизни. И вот если мы, так сказать, отрешимся от всех этих проблем, как мы будем определять качество жизни для всех на всей Земле, а сфокусируемся на конкретной проблеме. А конкретная проблема у большинства больных с инсультом, особенно с полушарным инсультом. Если есть проблемы с рукой, это вот то, что серьезно определяет проблемы в дальнейшей жизни после инсульта. И профессор Муррисан, он как раз сказал, что давайте мы не будем принимать этот ранкинг для всех, а сфокусируемся на фуглмайер, то есть что у тебя происходит с рукой, а потом сфокусируемся на АРАД, спор, и что происходит, если в добавлении к обычной физиотерапии, восстановительном, так сказать, лечении, если мы добавим еще фармакологическое лечение. Вот это вот то, что Карс, реномизированный материал сделал. И что произошло в этом триале, что мы увидели, этот слайд уже Марк показывал вам. Самое главное, что нужно увидеть, это то, что если не давать фармацевтическое обеспечение тому, что делает наша физиотерапия, то восстановление происходит, да, да, мотивация, наши пациенты, они пытаются восстановиться. Но при фармакологическом обеспечении это происходит быстрее и на более высоком уровне. Вот то, что эти графики, они показывают быстрее и на более высоком уровне. А потом не только это быстрее, но это еще и устойчиво. То есть если больной достигает какого-то уровня, он потом не сбрасывается, потому что он перестает упражняться, а этот уровень, он задействован, и он продолжается, так сказать, в течение времени. Это вот то, что заслуга профессора Муррисана, то, что он вот показал, что вот на том, что мы можем измерить, это не качество жизни вообще, это вот функция, которую мы можем посмотреть, как она начинается и как она постепенно восстанавливается. И это вот комбинация реабилитации и фармакоцептической поддержки. Точно так же это может выразиться в том, что больше функционального восстановления. 15% больных восстановились до функции, где они стали независимыми, они вернулись к тому образу жизни, который они были. Они могли не вернуться к работе, они могли не вернуться к тому, какими они были, так сказать, раньше, но они стали, так сказать, полноправными членами своей семьи и стали независимыми. Им не нужна была помощь от других членов семьи. Это очень важно после инсульта. Вопросы, которые я получал в течение многих лет, ну, ладно, там, давай, ты даешь им там все эти незаменимые аминокислоты, неизвестно какую концентрацию и так далее, она может быть до 50 мл. Что происходит? Какая безопасность этого лечения? И в течение моей последней конференции по инсульту вопрос был задан, например, по поводу припадков. Припадки после инсульта, они очень частые, очень частые. И их не надо приписывать ни к чему другому, как к повреждению мозга. Особенно если есть картикальное повреждение мозга, особенно если есть геморрагическая трансформация. То есть есть участки, которые, так сказать, дают возможность развиться этим инсультом. Значит, вот когда исследователи в двух Карстрайл просмотрели их безопасность, они не нашли ничего, так сказать, что дает, так сказать, основание, что церебрализм вызывает такие осложнения. А вот совсем последний анализ, который проанализировал 12 контролированных исследований церебрализина после инсульта, просто показал, что безопасность этого лечения, она, собственно, такая же, как и плацебо. То есть если развивается инсульт, нужно смотреть, что, какие детерминанты этого после инсульта припадков могут привести к этому, то есть картикальное расположение инфаркта, геморрагическая трансформация, особенно если это в задней мозговой артерии, например. То есть вот такие вот клинические эти самые находки, они тебе подскажут, что больной будет восстанавливаться. Нужно только купировать припадки, нужно не дать этим припадкам перерасти в эпилепсию, а продолжать мотивировать больного к тому, чтобы они работали над собственным восстановлением. Марк показал вам уже европейские те самые руководства, здесь также его канадское сотрудничество на восстановление по инсульту. Значит, у кого было показано, что восстановление после инсульта, особенно, так сказать, цереблюзин особенно показан. А это у тех, у кого есть значительный дефицит по неврологической шкале инсульта Национального института здоровья. Значит, давайте сейчас переведем, что такое 8 баллов национального шкалы здоровья в Америке. Значит, если у больного отсутствует полностью движение в руке, это 4 балла. Если отсутствует полностью движение в ноге, это 4 балла. Вот, гемиплегия – это 8 баллов. Значит, лакунарный инсульт, который, так сказать, вызывает полную гемиплегию с одной стороны, это уже 8 баллов. Значит, теперь давайте представим себе другие комбинации. Допустим, у больного есть проблема с видением, у больного есть проблема с тем, что рука не двигается полностью, но кратично, и есть небольшое снижение движений в ноге, и есть снижение чувствительности. Вот те же 8 баллов. То есть один больной лежит полностью, не может двинуться сам без себя, а другой может даже двигаться, может даже ходить, но он может быть небезопасно ходить. Он может упасть, он может споткнуться, он может на что-то налететь и так далее. То есть это 8 баллов на самом деле, это не такой инсульт, который, ну, у вас тяжелый инсульт. На самом деле очень много больных, у которых есть 8 баллов шкалы, они на самом деле даже не осознают, насколько у них проблемы. И вот тут очень важно как раз показать во время неврологического осмотра не только больному, но и родственникам. Ну вот посмотри, я его беру, я его трогаю с одной стороны, с другой стороны. Он чувствует, да? А вот я его трогаю с двух сторон, и он с одной стороны не чувствует. И это очень большой дефицит. Это очень большой дефицит. И его очень будет сложно реабилитировать. Вот такие простые, так сказать, подходы, они вам покажут тех больных, которым нужно начать, во-первых, раннюю реабилитацию, не только методами физиотерапии, но и еще и фармацентрической терапии. И им очень важно продолжать эту реабилитацию. И этот слайд, по-моему, Марк не показал, но если мы должны были перевести те триалы, те испытания, которые были произведены, которые были оценены европейцами на американскую стратегию, то мы тоже самое. Я с удовольствием бы использовал церебролизин, если бы его, так сказать, утвердили к употреблению сейчас в Америке. Мы, кстати говоря, над этим работаем. И в заключение, если профессор Хасанова с нами, если нет, то ко всем тем, кто участвовал в испытаниях церебролизина, компания ЭББ передает вам вот этот, так сказать, слайд, то, что программа испытаний, программа изучения церебролизина, она не закончена, она еще будет продолжаться. И с нашим переосмыслением подхода к церебропротекции, я думаю, что это будет замечательный новый поворот в истории. Может быть, это будет действительно один из первых препаратов, который действительно, несмотря на то, что он придуман больше 70 лет назад, удовлетворил все, так сказать, востребования нашей науки сейчас. И мы продолжаем эти исследования. Я особенно хочу, что если у вас есть возможность проводить клинические испытания, пожалуйста, присоединитесь к компании Эброфарма, и у нас будут еще более интересные встречи и истории рассказать, несмотря на то, что я применял этот препарат с 1989 года. Спасибо за это. Спасибо большое. Попросы на русском. На русском. Как мы видим из вашей лекции, из лекции профессора Марка Белли, вы оба рекомендуете исследование CARS, которое показало эффективность восстановления двигательной функции. Это препарат церебролизин. Он рекомендуется в канадских стандартах, в австрийских, в общеевропейских стандартах. Это что касается сугубо по нейропротекции препарата. И я вижу, вот в чате задают вопрос, какой нейропротектор эффективен? То есть резюмируем и говорим, что это церебролизин. И, соответственно, здесь сейчас задаются вопросы вам, с какого дня начинать и в какой дозе? Это очень хороший вопрос. Значит, есть другие нейропротективные препараты, которые применяются в мире. И поскольку я смотрю больных со всего мира фактически, значит, есть такой препарат, как цитикалин, который применяется в основном в испаноговорящих странах. Все меньше и меньше, но он до сих пор еще применяется. Есть препараты, которые, я знаю, вероятнее всего, до сих пор применяются на территории СНГ, как ноотропилы, другие препараты. У них меньше доказательной базы в плане клинических триалов. Церебролизин как бы выставил тест времени. 1989 год, когда я его первый раз применил, я его применил как ординатор. И у нас был первый плацебо-контролируемое испытание вообще в Советском Союзе любого неврологического препарата. То есть вот этот препарат, он выставил тест времени за счет этого. Мой подход к реабилитации следующий. Во-первых, в первые 24 часа с острого нарушения инсульта, с момента развития симптоматики, мы больных не активируем. Потому что было такое испытание, называется Аверт. И если больного пытаться поднять из постели с острым нарушением мозгового обращения в первые 24 часа инсульта, каждый из 22 поднятых ухудшится. То есть есть вероятность того, что ранняя реабилитация, она вообще может повредить больным с инсультом. То есть в первые 24, даже 48 часов, особенно если у больного есть большой очаг, мы стараемся их держать горизонтально в первые 24 часа. И в течение следующих мы поднимаем их на 15-30 градусов в постели. Но мы их не заставляем никаких серьезных физических упражнений или нагрузок. По-моему, церебрализин в дозе от 30, если он назначен после реперфузии или без реперфузии в течение первых 24 часов, совершенно безопасен. Это вот то, что мы видели из мета-анализа. И если он помогает, то он помогает вот именно после того, как стабилизировали больного, предотвратили геморрагическое кровоизлияние, а после этого через два дня постепенно начали, так сказать, смотреть, а вот что реально нужно этому больному в плане реабилитации. Больной восстановился? Отлично. Больной не восстановился. Этого больного можно будет плавно, так сказать, перевести потом в реабилитационное отделение. Это вот то, что мы делаем в нашей клинике. Но без церебрализина пока. Но надеюсь, что это скоро изменится. Спасибо большое. И еще вопрос. Тут из зала поступил уже. Можно ли использовать церебрализин при геморрагическом инсульте? И вопрос при уполяках. При геморрагическом инсульте я был бы осторожен. Почему? Потому что восстановление после геморрагического инсульта, оно другое, чем после ишемического. Ишемия, она выбивает головной мозг, уничтожает его. Геморрагия, она рассекает головной мозг, раздвигает головной мозг. И восстановление после геморрагического инсульта, оно не в первые дни, часы или дни после реперфузии, как при ишемическом инсульте. Мы сейчас больше видим, что клинические испытания показывают, это не только первые три месяца, а это еще и год. Они могут восстанавливаться и даже через год после кровоизлияния. Поэтому при кровоизлиянии, это, кстати говоря, хорошая идея для Еврофарма, может быть, нам нужно провести исследование, когда восстановление достигло какого-то плато, и вот больной после больше не восстанавливается. И вот потом сделать уже фармакологическое и физиотерапевтическое, так сказать, вмешательство, чтобы дальше больного продолжать восстанавливать. Я бы не сравнил раннее лечение после ишемического инсульта с геморрагическим. То есть, если назначать, то в более поздний период? Более поздний, когда вот больной достиг плато и больше ничего не достигает. Вот тут ему нужно дать, так сказать, еще один позыв. Вот, слушай, давай, вот почему я Марку задал вопрос о мотивации? Мотивация – это самый главный фактор в реабилитации. То, что мы делаем, это упражнение. То, что мы делаем, это там подход, там 100-200 подходов разных, как они это делают, так говоря. Это уже как ты это делаешь? Самое главное – это мотивировать больного, чтобы он это делал. И вот если вот эта мотивация произойдет, то дальше будут следующие, так сказать, прорывы. Вот, и церебролизин как раз, он именно, вот смысл в том, что когда мозг нуждается в подмоге, вот тут ему как раз предоставляется. Мы даже не знаем, что конкретно работает, но переосмысление науки сейчас. Ну, знаешь, что, если это самое, ты не знаешь, что работает, но это работает, но если это безопасно, ну почему бы это не применять? Понятно, спасибо большое. Тут вопрос, можете указать ссылку на обследование. Видимо, Карс имеется в виду. Задайте в интернете, и Карс выйдет во многих публикациях. Вопросов нет, но клуб-зал благодарит, и онлайн тоже все вам пишут. Спасибо. Спасибо огромное за ваше участие, за то, что несмотря у вас сейчас ночь, пока вы с нами, и врачи Узбекистана смогли услышать ваше мнение, ваш опыт. Спасибо огромное, и надеемся в будущем увидеть вас на нашей земле. Спасибо всем благ, здоровья. Спасибо. Спасибо.